Всем привет, добро пожаловать на канал. Рубрика «Установится ли?» наконец-то вернулась. В комментариях под предыдущими роликами вы попросили пробовать установить Windows 8 Beta на современный ПК. Вы скажете, что она уже была в одном из видео, но нет. Там была версия 80.56, 81.02, 82.50, ну и так далее. А здесь у нас будет сборка 79.89, то есть та сборка, которая была еще до. Также в этом видео мы разблокируем там скрытые функции. Ну что, поехали? Перед тем, как посмотреть ролик, у вас есть уникальная возможность получить 1000 рублей. 1000 рублей это 50 дошек и даже можно купить новый SSD диск на 120 гигабайт. Для этого вы можете оформить дебетовую, не кредитную карту Альфа-банка по моей ссылке. И все, что вам нужно будет сделать, это совершить любую покупку. После этого вы получите 1000 рублей на свой счет. Единственное условие, вам должно быть больше 18 лет и вы должны быть абсолютно новым клиентом этого банка. То есть, если вы когда-либо открывали какой-то продукт в Альфа-банке, 1000 рублей вам получить, к сожалению, не получится. У карты есть свои плюсы, например, это один из самых высоких кэшбэков. Вот, например, за всю историю у меня получилось аж 17 тысяч. Если интересно, то ссылка будет в описании. Нажимаем клавишу F11 для входа в бут-меню на материнских платах MSI. Сначала пробуем выбрать в режиме UEFI. Но ничего не получилось. Видимо, это режим просто не поддерживается. Выбираем обычный Legacy. Пошла загрузка, которая особо не отличается от загрузки Windows 7. И логотип тот же. Но у нас не работает ни клавиатура, ни мышь, подключенная по USB. Если вы смотрели старые ролики, вы помните, что это связано с отсутствием драйверов на USB 3.0. Решение очень простое. Нужно подключить вот такую вот старую клавиатуру IBM через разъем PS пополам. Подключаем, перезагружаемся. И, о чудо, клавиатура у нас заработала. Жмем Next. Install Now. Вроде бы запускается установка. Но появилась другая проблема. У нас отсутствуют драйвера на NVMe и SATA. Причем даже если мы попробуем их выбрать вручную, он абсолютно ничего не найдет. Получается, без этих драйверов мы не сможем установить Windows 8 Beta на современный ПК. Конечно, можно заморочиться и попробовать где-то найти эти драйвера. Каким-то образом их туда интегрировать. Это может занять неопределенное количество времени. Поэтому проще установить Windows 8 Beta на старый ПК на 775 сокете, который вы сейчас видите на своих экранах. Где на 100% запустится. И мы про нее подробно расскажем. Итак, Windows 8 Beta мы будем ставить на старый компьютер на 775 сокете, который я приобрел у SV Archa. Это мой друг, с которым мы играли в CSGO на стриме. Fortnite. Также вы можете увидеть на игровом канале наши хайлайты Fortnite DOS. Топ ПК 2009 года на i7 мне пришлось продать. Мне нужен был какой-то второй компьютер для установки Windows там, для резервных копий, ну и так далее. Какие тут характеристики? Тут у нас стоит 775 сокет, процессор Xeon. И именно поэтому я буду называть этот компьютер Xeon. Вроде бы там 4 ядра, 8 потоков. Или 4 ядра, 4 потока. Что-то такое. Это можно сказать апгрейд 775 сокета. Потому что тут стоит серверный процессор. Действительно все работает гораздо быстрее. В общем, более подробный обзор скоро выйдет на канале. Сюда подключено SSD на 256 гигабайт. И 6 гигабайт оперативной памяти в 4-х канале. И видеокарта, которую вы уже помните. Nvidia 8400GS на 1 гигабайт. В принципе, на этот компьютер бета-версия Windows 8 должна установиться безо всяких проблем. Давайте пробуем это сделать. Мы сейчас находимся в биосе. Переходим в бут-меню. У меня, кстати, еще одна хорошая новость. Я наконец-то купил карту видеозахвата. Как вы можете видеть, по качеству изображения я могу полностью записывать все изображение в отличном качестве. Практически с любого компьютера. Потому что у меня есть все переходники. Об этом я тоже сделаю видос, конечно. Выбираем нашу флешку, где у нас образ Windows 8 Beta. Загружаемся. Здесь у нас уже все работает, потому что на материнской плате стоит USB 2.0. Жмем Next, Install Now. Принимаем соглашение. Выбираем выборочную установку. И ура, у нас все нормально определяется. То есть Windows видит SSD подключенный Passat. Удаляем все разделы. Выбираем наш тестовый SSD. Кстати, который очень дешево стоит. На 240 гигабайт. Если интересно, ссылочку оставлю в описании. Я купил его специально для тестов. Жмем Далее. И дожидаемся окончания установки. Пока что у нас никаких намеков на Windows 8 нет. Интерфейс установки выглядит в точности, как на Windows 7. Так, произошла перезагрузка. У нас уже что-то изменилось. Появилась рыбка. Логотип загрузки Windows 8 Beta. Выглядит как-то так. Так, здесь нас просят выбрать локацию и язык. Жмем Далее. Оставим все по умолчанию. Вводим название учетной записи. Он даже определил интернет. Смотрите, ничего себе, да? Выбираем домашнюю сеть. Снова вводим название учетной записи. Принимаем соглашение. В принципе, все стандартно. Как и на Windows 7. Единственное, только тут надпись Microsoft Confidential. Все, мы попали на рабочий стол. На обоих у нас написано, давайте не будем сливать нашу работу. Это неудивительно, ведь это бета-версия Windows 8. Она еще вышла до официального релиза. На первый взгляд у нас интерфейс почти полностью совпадает с Windows 7. Но есть некоторые изменения. Например, на панели задач есть кнопка Tablet PC Input Panel. Что в переводе означает панель ввода для планшета. И эту клавиатуру не стоит путать с экранной клавиатурой, которая находится там в пуске. Все программы, аксессуары, прощенный доступ, экранная клавиатура. Эта клавиатура конкретно для планшета. Если вы когда-либо использовали Windows 8, вы помните, что эта операционная система была адаптирована для устройств с сенсорными экранами. То есть для планшетов, для ноутбуков, у которых есть сенсорный экран, ну и так далее. Данная клавиатура еще скрывается на экране. Ее можно заметить в левом углу. Если мы туда наводим, нажимаем, она у нас появляется. Закрываем. И она тут будет спрятана. Проводик ничем не отличается. Перейдем в панель управления. Все то же самое, что и на Windows 7. На тот момент действительно казалось, что за этим будущее. Но Microsoft, наверное, забыли, что большинство их пользователей имеют обычное десктопное компьютер. То есть компьютер с монитором. А далеко не ноутбуки и не планшеты. Самое интересное, что Windows 8 является вообще самой быстрой системой от Windows. Об этом будет тоже отдельный видос. Единственное, что мне в ней не нравится, это неудобное меню пуск. Которое было сделано именно для устройств с сенсорным вводом. Которых у меня, кстати, даже нет. Ну, за исключением только iPhone. Но там стоит iOS. В правом нижнем углу, еще на панели задач, есть кнопка учетных записей. Если мы на нее нажмем, то ничего не происходит. Ладно, давайте отобразим мой компьютер на рабочем столе. Перейдем в свойства. У нас все то же самое, что и на Windows 7. Индекс производительности. Причем он работает, смотрите. Он определил наш второй компьютер как хлам. Оценка 2,7. Я еще заметил, что система у нас 64-битная. Предыдущие системы, которые мы ставили, они были обычно 32-битные. Тут у нас 64. Прикольно. Перейдем в диспетчер устройств. У нас тут не установлены никакие драйвера. И сейчас я их установлю. Все драйвера у нас установились успешно, за исключением драйвера NVIDIA. А конкретно NVIDIA GeForce Experience. Сам драйвер-то установился. Вот, все работает. Не установилась только панель GeForce Experience. Я думаю, это связано с библиотеками C++. Которые я сюда, кстати, тоже все установил. В этой, как и в других бета-версиях Windows 8, есть скрытые функции. Более подробно, как это сделать, я выложу инструкцию на сайте Boosty. Бусти открываем. Жмем разблокировать этот компьютер. Происходит перезагрузка. И у нас появляется интерфейс, который, если я не ошибаюсь, называется Metro. Это, по сути, и есть одна из заблокированных функций. Здесь там все уже напоминает Windows 8. Жмем рабочий стол. Открываем меню Пуск. Вместо привычного появляется вот это окно. Перейдем в панель управления. Уже все больше походит на Windows 8. Перейдем в проводник. Здесь тоже изменился интерфейс. Как вы можете видеть, все пункты подсвечены к оранжевой точке. Клаватра у нас тоже изменилась. Если я не ошибаюсь, она ведь до этого была черным цветом. Сейчас она стала белой. Есть еще одна особенность. Если мы нажмем кнопку Пуск, и вот здесь так должна появиться кнопка Share, то в переводе значит поделиться. То в папке Temp будет создан вот такой файл. Это фотография с котом, где он просит рыбу. Где сказано You can have snowpicks, give me fish. Это отсылка к лицензионному соглашению, где сказано, что ни с кем нельзя делиться данной сборкой. Естественно, до релиза Windows 8. Но последнее, что я заметил, это меню учетных записей, которое закреплено справа на панели задач. Здесь мы можем сменить пользователя, выйти из учета записи и заблокировать ПК. Ну, а также перейти в настройки. Например, настройки вида, значок, это будет так. Еще чуть не забыл. Если мы нажмем Пуск, то здесь, кликнув по рабочему столу, мы можем его удалить. Ну, скорее всего, это имеется в виду из меню Пуск. Если я нажму, например, на компьютер, там такого нет. Давайте попробуем сделать, посмотрим, что будет. Жмем Uninstall. Здесь написано, что это приложение и весь связанный с ним контент будет удален с данного компьютера. Жмем удалить, но ничего не поменялось. Рабочий стол по-прежнему на месте. Ну, кстати, смотрите на анимацию. Такого вроде в Windows 8 не было. Ну, или оно было каким-то более плавным, что ли. Идем далее. Мы, согласно традиции, попробуем зайти на свой канал с помощью интернет. Google Chrome успешно установился. Переходим на YouTube. Да, отлично, он все сайты открывает. С Windows Vista такое уже не прокатит. Если вы смотрели в предыдущем ролике, там из-за сертификатов и несоответствия даты и времени, он не давал нам затеи ни на один сайт. Здесь все исправно работает. Заходим на свой канал. Промтек. Да, и все отлично открывается. У нас производится оно и так далее. Идем далее. Обычно я запускаю игры. Я знаю, что это бредовая идея, потому что такой смысл запускать игры на бета-версии какой-то операционной системы Windows. Но, хоть ответы на вопрос, а что будет, я это сделал. Итак, я скачал сюда Dead Space, Half-Life и Half-Life Appling. Начинаем с Half-Life Appling, который запускается абсолютно на любой операционной системе. Но, что-то пошло не так. Ваша система сообщила о том, что есть только минус 0.0 килобайт физической памяти. Half-Life нужно как минимум 16. Мы перезагрузились, файлы подкачки добавлены. Пробуем запустить Half-Life Appling. Нет, он все равно показывает эту ошибку. Наверное, как-то связано с драйверами. Окей, пробуем запустить Half-Life 2. Здесь, на удивление, все работает отлично. Попробуем зайти в игру. Да, все исправно работает. До сих пор не верится, что эта игра была создана в 2004 году. Вот так у нас проводник перестал отвечать. Сейчас все перезагрузится, ничего страшного. Это бета-версия, такое бывает. Попробуем запустить Dead Space. Да, все исправно работает. Все загрузилось. Правда, мушка перестала работать. Но, это ничего страшного. Проводник Windows опять слетел. Вот, все остановилось. Ну вот, это была установка Windows 8 Beta 7989. Если вы хотите подробную инструкцию, где ее можно скачать и как разблокировать все эти функции с помощью вот этой вот программы, всю эту информацию я загружу на свою страницу Boosty. Я, конечно, ее еще не создал, но я думаю, когда вы уже посмотрите видео, страница будет готова. Что по итогу? Бета-версия Windows 8 не сможет установиться на современный ПК, потому что там отсутствуют SATA и NVMe драйверы. Мы успешно установили ее на компьютер Axion на 775 сокете. Старые игры тут не запускаются. Это, кстати, был первый раз, когда Half-Life Uplink не запустился на какой-то операционной системе. Мы установили их там больше, по-моему, 30 штук или 40. Она там запускалась везде, даже на Windows 95. Здесь по каким-то неведомым причинам этого не произошло. Напишите в комментариях, кто следующую операционную систему установить. Также вы можете там оставить свое мнение об этой бета-версии Windows 8. Если видео понравилось, обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. Всего доброго. Пока.